итак три яруса мы с вами сделали и теперь приступаем к четвертому и пятому они у нас получится вот такого кремового цвета 4 будет один из них будет целиком кремового цвета и во второй мы добавим чуть 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 розненького собственно начинаем точно так же как мы уже почти привыкли так но уже говорила вам что вот этого молочного цвета очень длинные волокна поэтому соответственно и кружочки у нас будут чуть подлиннее побольше и в диаметре чем остальные но это не страшно просто их больше обрежем а выкладку все-таки сделаем на всякий случай тоже пока в 3 ряда может быть только вот 2 сделаем в 2 его можно будет чуть поменьше так ну и последний так вот первая звездочка у нас тут получилось теперь теперь я хочу показать немножечко другой прием я хочу чтобы у меня получился большой слой вот такого кремового цвета большой кружочек и только чтобы на самых самых кончиках у него получился светло-розовый оттенок где он вот нашла еще немножечко розового поэтому чтобы переход между розовым и кремовым был все-таки максимально нежным мы второй рядочек не просто сделаем из кремового цвета но мы положим порядку не пушистый пушистой стороной не внутрь как мы делали бы если бы нам нужно было получить переход цвета вот на этом месте мы положим ее тоже наружу ну то есть у нас как был здесь пушистый кончик так и здесь во втором ряду остается пушистый кончик тоже наружу вот так мы должны пройтись опять по всему периметру в этом смысле выкладка такая даже чуть чуть попроще потому что естественным образом шерсть в порядке которую мы выкладываем наружу она норовит раскрыться именно в ту сторону и уже розовую шерсть мы положим в обратном направлении чтобы получить более ровный край тоже смотрим чтобы не было пробельчиков вот я вижу у меня там есть все таки не очень равномерно складочка а вот так заканчиваем круг внимательно смотрим на него ну вот в идеале вот некоторые места вот это например место да вот это место можно было чуть чуть конечно поближе к центру положить я думаю ничего страшного произойдет так теперь розовый цвет и его мы уже должны положить получается пушистый пушистым кончиком внутрь уже аккуратненько по всему периметру потом когда мы вырежем нужный нам кружочек у нас получится что розовый особенно с той стороны он будет прямо такой нежной 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 дымочкой я вообще хотела сделать целиком два кружочка вот именно этого цвета но решила все таки пусть у нас один будет с небольшим еще розовым налетом вот у меня получился какой-то брак в ленте мы его смело достаем и выкидываем вот так как мы уже умеем выкладываем кружочек полностью все как раз у нас розовой щёрстки хватит чтобы закончить этот кружок почти хватило так все убираем этот кружочек его еще нужно будет свалять и приступаем ко второму кружку второй кружок сделаем целиком однотонным вот этого вот молочного или как он сливочный фломбир цвета сейчас вот только пробельчики еще заложу аккуратненько можно отложить в сторону я откладываю и валяю по ну раскладываю по 2 потом валяю а вы можете не убирать сразу сваляли разложили один кружочек сразу вас валяли или если у вас большой стол можно сразу все кружочки разложить на одном столе и валять все вместе ну с этим я думаю мы управимся очень очень быстро он будет у нас однотонный поле того мы наверное сделаем его не в три ряда а только в два потому что волокна довольно длинные и вот эти второй ряд мы кладем уже ровным краем который у нас ладошки наружу так ну все практически уже закончили видите раскладка здесь довольно быстро валяются кружки тоже в принципе недолго но за счет того что у нас их все-таки много ни один не два даже не три лучше хотя бы штук пять то получается по времени не самый быстрый цветочек так скажем все пробелки закладываем вот он у нас получился небольшой но нам будет достаточно почему потому что я уже говорила что чем ближе кружки к центру ярусы тем меньше у нас получается диаметр вот этого яруса лепесточков так и давайте тогда я сразу сделаю раскладочку и следующего у нас получилось уже пять 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 лепесточков и сделаем еще два чисто белых у меня это будет не чисто белый у меня это будет молочный тоже цвет вернее как цвет не крашеный белая не крашеная шерсть вот она у меня вот она у меня тоже разделю ленту на более тоже разделю ленту на более узенькую и точно так же здесь кстати волокна достаточно короткие и может быть в этот раз мы уже сделаем раскладку не в два и да все-таки в то и с небольшим запасиком на очень очень короткие волоски вот такой у нас пушистик получился тоже все пробельчики видимые немножечко закладываем если у вас есть чисто белый цвет можно было взять чисто белый так даже когда очень коротенькая шерстка получилось не помню у меня такой ничего страшного раскладываем второй ярус ярус и сразу третий ну я уже не буду повторять потому что тут кружочки нужны нам абсолютно одинаковые вот таких вот самых светлых беленьких или вот таких молочных сделаем два я второй уже сделаю за кадром абсолютно точно так же и ну и и и и и и Продолжение следует... Немножко клочковатая получилась у меня шерстка, пасма такая, но ничего страшного. Я думаю, все будет в порядке. Итак, вот получился у нас последний кружочек. Нужно делать еще один такой же, и потом все получившиеся... У нас оставшиеся 4 кружка нужно свалять. И встречаемся мы уже с вами на вырезании лепесточков.